Вести Карачаева, Черкесия В Карачаево-Черкесии отметили 65-ю годовщину со дня возрождения карачаевского народа. Праздник в честь возвращения карачаевцев на историческую родину из мест депортации, которая длилась 14 лет. С 2 ноября 1943 года по май 1957 года. Основное мероприятие состоялось в амфитеатре парка культуры и отдыха «Зеленый остров Черкеска». Для жителей и гостей города выступили заслуженные артисты Карачаева-Черкесии, вокалисты, творческие и хореографические коллективы республики. На торжественном собрании присутствовали первые лица республики. Здесь же, в парке «Зеленый остров» позже состоялись народные гуляния. Кроме того, в парке «Родина» у завода РТИ состалась концертная программа для жителей и гостей республиканской столицы. А в Карачаевске в день 65-й годовщины со дня возвращения карачаевского народа на историческую родину открыли памятник Исмаилу Унуховичу Семенову, первому профессиональному карачаевскому поэту-певцу, основоположнику и классику карачаевской литературы, члену Союза писателей СССР, кавалеру Ордена Трудового Красного Знамени. Почетное право открыть памятник было предоставлено первому заместителю председателя правительства Карача-Черкесии Хазаручи Куеву и племяннице Исмаила Семенова Халимат Доддаевой. Автором памятника является скульптор Магомед Хавичев, который на протяжении нескольких лет работал над этим образом. Поэт-лирик, автор многочисленных зикров и лирических песен Исмаил Семенов, родился 3 марта 1891 года в ауле Учкулан в семье религиозного деятеля Унуха Хаджи Семенова. Первый поэтический сборник Джирла вышел в свет в 1937 году. Семенов является автором, ставший национальным гимном песни Мингитау, а также знаменитой лирической поэмы Акта Мак. В его творчестве особое место занимает и цикл стихов, посвященных депортации карачаевского народа. В них он сумел выразить всю боль этой большой трагедии, которую пережил в ссылке. Масштабное строительство социальных объектов пройдет в Карачаево-Черкесии в текущем юбилейном году. В частности, уже ведутся и запланированные мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству на 167 социальных объектах. Из них 70 объектов капитального строительства. В частности, 30 объектов образования, 7 в сфере здравоохранения, 8 культуры, по 6 в водоснабжении и спорте, по 4 в жилищном строительстве и туристической инфраструктуре, ну и 5 объектов в сфере дорожной инфраструктуры. Кроме того, пройдет капитальный ремонт 31 участка дорог и монтаж одной установки весогабаритного контроля и благоустройство 14 общественных и 50 дворовых территорий. Первых беженцев, в частности, многодетную семью, приняла Карачаево-Черкесия в пункте временного размещения. По их просьбе им предоставили коляску для 8-месячного ребенка. Старшего сына уже определили в школу, а третьего помогут оформить в ясли. Кроме того, семья получит оригинальные выплаты, помощь в трудоустройстве, необходимое медицинское обслуживание и юридическую помощь. Республика готова принять в Карачаево-Черкесии 150 вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР. Как мы уже сообщали, наш земляк, 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Хамид Канаматов примет участие в параде победы на Красной площади. По словам ветерана, оказаться на параде было его давней мечтой. Я долгую и очень сложную жизнь прожил. И прежде к тому, что я до сих пор видел, я хочу в последний раз в своей жизни побывать и в Москве. Хоть еле шагаю, но достойно я покажу себя, как достойный сын прекрасной нашей маленькой республики. Продолжается прием заявок для участия в онлайн-шествии «Бессмертный полк». Они принимаются на сайте 2022.polkrf.ru в мини-приложениях социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники. Пользователи, создавшие личные кабинеты в прошлом году, смогут снова воспользоваться ими для участия в онлайн-шествии. При размещении анкеты ветерана обязательным полем для заполнения остается только имя и фамилия. Организаторы планируют добавить в личном кабинете пользователя возможность разместить истории о ветеранах, а также опцию поиска пользователей, разместивших ветеранов с одинаковыми данными. Авторы всех одобренных для трансляции заявок получат ссылки на прохождение их ветеранов в стройбессмертного полка онлайн. Во время трансляции карточка ветерана, размещенного в шествии, будет выделена цветом для легкого поиска на экране. Трансляция пройдет 9 мая с разделением по регионам. Страшное преступление произошло в Карачаево-Черкесии. Следователи республики выясняют обстоятельства убийства жительницы аула Верхняя Тиберда. По данным следствия, между женщиной и ее молодым сыном произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой юноша убил свою мать кухонным ножом. Затем молодой человек, его сестра и несовершеннолетний брат вынесли тело матери во двор и сожгли для сокрытия следов преступления. После этого все трое попытались скрыться на автомобиле, но были задержаны сотрудниками полиции на въезде в республиканскую столицу. С 1 мая текущего года снижена максимальная ставка по программе льготной ипотеки на новое жилье с 12 до 9% годовых. Программа также продлена до конца этого года. Максимальная сумма кредита составляет 6 миллионов рублей за исключение Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кредит можно взять на покупку готового или строящегося жилья на первичном рынке. Договор должен быть заключен с застройщиками или его подрядчиком. Жители Карачаева-Черкесии могут сами определить список территорий, которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в благоустройстве. Для этого достаточно зайти на платформу ZagorodSreda.ru и отдать голос за объект в рейтинговом голосовании. По Карачаево-Черкесии таких сейчас проводится 7 в Озжигуте, Черкесске и Карачаевске, а еще в Медногорске. Подробности у заместителя министра строительства и ЖКХ Зульфира Бачаевой. По городу Черкесску мы на следующий год будем отбирать из двух одну территорию. Это либо аллея подаватора, либо лестничный спуск на Зеленый остров. По городу Карачаевску отбираем дизайн-проект улицы Мира. По городу Озжигута будут выбираться из двух скверов один, либо по Морозово, либо по Первомайской. Вот два сквера выставлены, тоже посмотрим, за какой из них жители будут отдавать свои голоса. И в Медногорском детский парк по Парковой улице, и также аллея по улице Бардина. Новую нитку газопровода суммарной длино в 2,5 километра прокладывают сейчас коммунальщики по станице Исправной, чтобы довести газ к домовладениям своих будущих абонентов. Благодаря программе до газификации уже к 2030 году уровень газификации российских регионов увеличится более чем на 10%. Причем бесплатно для населения. Комментирует информацию глава администрации Зеленчукского района Алексей Науменко. На сегодняшний день у нас эта программа работает в полном объеме. Задействованы все населенные пункты. Составлен у нас перечень домовладений, которые включены в социальную газификацию. Все люди уведомлены, как это будет происходить, что будут у нас прокладываться сети и что будет выводиться до границы раздела с земельным участком газовый стояк. Все, что касается внутренней разводки газа, то это уже будет за счет собственников домовладений. На базе Аграрного института Северокавказской государственной академии открыли кафедру лесное дело, где будут готовить академических бакалавров по направлению лесное дело и агроинженерия, очной и заочной формы обучения. Предусмотрено 43 бюджетных места, из них 12 по очной форме, 19 заочной по направлению лесное дело. И 12 бюджетных мест выделено научную форму обучения по направлению агроинженерия. Кафедра должна стать кузницей кадров в сфере лесного хозяйства. Курорт Архиз перешел на летний режим. Здесь гостям доступны горные маршруты, экотропы и гондольная канатная дорога до высоты 2300 метров. Любителям астрономии в эти дни будет интересно наблюдать парад планет и метеорные потоки, увидеть крупнейшие телескопы страны в обсерватории Российской академии наук. Рассказывает пресс-секретарь компании «Кавказ-РФ» Татьяна Поздеева. В майские праздники можно смело планировать поездку на Архиз. С 30 апреля снова запустим после регламентных работ канатную дорогу «Млечный путь». Можно будет подняться к смотровой площадке на южном склоне, а оттуда открывается прекрасный вид на главные вершины – Пшиши и Софию. Уже можно будет гулять по экотропе курорта, можно встретить зубров в Тибердинском заповеднике или найти первоцветы, можно отправиться к озерам, водопадам в окрестностях курортов, можно поехать на экскурсии к христианским памятникам или к обсерватории Иран. И мы не устаем повторять, что Архиз – это еще и прекрасное место для общего оздоровления. Благодаря высокой концентрации в горном воздухе полезных фитонцидов хвои можно просто гулять, дышать и одновременно укреплять здоровье. Еще у нас нет растений-аллергенов, поэтому если есть весенние проблемы с этим, просто приезжайте у нас в этом плане оазис. Также можно пройти курс лечения при некоторых отелях курорта. То есть даже 3-4 дня отдыха на курорте обязательно скажутся благотворно на здоровье. Военные песни на языках народа в республике прозвучат в рамках проекта «Фронт ОФ. Жизнь за пределами войны». Принять участие в нем смогут дети от 12 до 16 лет. Конкурс продлится до 1 июня. Подробности сообщила начальник информационного отдела государственной филармонии республики Динара Караданова. В конкурсе могут принять участие школьники и молодежь в 12-16 лет. Они должны перевести одну из военных песен, кроме «Томная ночь» и «День победы» на один из четырех субъектов образующих языков. Карачаево-Черкесской республики, Карачаевский, Черкесский, Абазинский или Ногайский. И направить текст на электронную почту. Эти две песни будут переведены нами. И они будут завершающими песнями концерта. Их будут петь на всех пяти субъектов образующих языках. В результате конкурса будут выявлены 8 победителей, которые смогут принять участие в завершающем концерте проекта и спеть в дуэте с популярными артистами Карачаево-Черкесской республики с арестами государственной филармонии. Конкурс уже объявлен. Проводится с 14 апреля по 1 июня. Результаты конкурса будут объявлены на официальном сайте государственной филармонии. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается облачная погода. Местами дождь в отдельных районах сильный. Ветер северо-восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В горах местами до плюс 2,7 и выше 2,5 тысяч метров. Лавина опасна. В Черкесске дожди, днем умеренные. Ветер северо-восточный 6,11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 11. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!